Смотрите прямо сейчас. Перезагрузка кабина. Так кто же возглавит правительство? Все ответы из первых уст. В студии кандидат номер один Владимир Гройсман. И лидер пропрезидентской фракции Юрий Луценко. Брюссельские теракты. Насколько опасно теперь летать? У них по всей Европе автоматчики на каждом углу. Но это не поможет. Европа закручивает гайки. Станет ли здесь, как в Израиле? Почему ни в одной европейской стране нет такого же безопасного аэропорта, как в Израиле? И чем теперь пожертвуют ради безопасности? Точка в деле Савченко. Кого на кого поменяют? Версия Веры Савченко. И родителей российского разведчика. Это в их власти, не в моей. Эксклюзив программы. Главные темы в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Мы с вами уже два месяца подряд в каждом выпуске говорим о политике, гадаем, как изменится наша с вами жизнь. В зависимости от того, кто займет главное кресло в правительстве. Ну, если откровенно, в начале эта тема еще вызывала интерес. Все гадали, кто будет премьером. Потом усталость. И теперь так вообще раздражение. Причем не только здесь, в Украине, но и на Западе. Вот об этом мне откровенно сказал, к примеру, бывший посол США в Украине Джон Хербст. Его интервью тоже будет в этой программе. Но вот теперь, пожалуй, все-таки финишная прямая. Названо имя Владимир Гройсман. Назван дедлайн. Президент сказал, что Рада должна утвердить новый состав правительства до 29 марта. И, похоже, депутаты тоже понимают, пора принимать решение. Ну, в принципе, это все вам известно из теленовостей. Но вот когда именно в монументальном здании на Грушевского сменится власть? Как сам Гройсман видит свое будущее? Каким он будет премьером? Кого возьмет в свою команду? Вот все это давайте узнаем просто сейчас, в прямом эфире. Владимир Борисович Гройсман к нам подъехал в студию. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста, дякую, что приехали, потому что очень много вопросов до вас. Вітаю. Вітаю. Дякую, что приехали. И, знаете, главное вопрос сейчас. Ну, окей, президент сказал про то, что его бачение, его божание, его прохание, что уряд мае быть подтвержден на наступном тижне. Это будет уряд Гройсмана? Это уже решено вопрос, что вы человек, который участвует новый уряд? Дякую за вопрос. В первую очередь хочу приветствовать всех христиан, которые сегодня святятят прекрасные святы Великодния. Хочу всем побожать добра, здоровья, успехов и благополучия. Я думаю, что в такие свята мы еще раз замислимся на нашем майбутнем. И, на самом деле, влада тогда эффективна, когда она принимает очень быстрые и четкие решения. Ни для кого не имеет секрету, что мы сегодня находимся в такой глубокой политической кризе. Но эту кризу спровокировала, напевно, то, что люди чувствуют сегодня достаточно серьезную депрессию. И, фактически, сегодня люди живут в достаточно агрессивном средовании. Яку бы сферу с жизнью мы сегодня не торкнули, есть огромные проблемы, которые нужно очень быстро решать. И когда загружается из экранов телебачения о том, что в Украине происходят реформы, мы можем говорить про это десятки разов. Но когда люди не чувствуют качество и эффекты этих реформ, это вызывает серьезную недовіру. И, фактически, сегодня все, и президенты, и парламент, имеют соответствующую реакцию украинского общества. И поэтому нужно быстро решать решение, которые все это очень хорошо понимают. Как сами решать? На следующем неделе какие решения будут решать? Я на минулому неделю в четверг собрал калицию, в которую входило пять фракций. И мы говорили про то, как выйти из кризи. Насправді, было несколько вариантов. Первый. Чи можем мы формировать подальшую коалицию на співпрацю с этим урядом. А фактически все четыре фракции из пяти сказали про то, что это невозможно. И нам нужно сформировать, обновить коалицию. А четкий план дій, выход из кризи, которая есть сегодня, и формирование нового уряда. Насправді, я вважаю, что агрессивное средовище, которое мы с вами, как я щойно сказал, и та депрессия, вона викликана абсолютно зрозумілими побутовыми речами. Куда бы людина сегодня не вернулась, вона мает соответствующие проблемы. Отдать дитину в детский садочек есть проблема, потому что нет места, або вимагают хабарь. Потрібно пойти в лекарню и отримать певную послугу – это неможливо. Катастрофичное падение занятости населения. В экономической сфере, в заработных платах, в пенсиях есть очень много проблем. Зрастание постоянных цены потребует адекватного регулирования влады. И поэтому люди сегодня находятся в таком агрессивном средове, что вводят их в депрессию. И таким чином мы зайшли в политическую кризу, причиной которой есть, напевно, что неякісное управление. Можем мы говорим сегодня про парламент. Парламент принимает решения, которые нужно выполнять. И я думаю, что ответственность тех, кто принимает решения, она достаточно высокая. Но нужно не только принимать решения, а нужно их проведать в жизнь. И от того, насколько быстро мы сможем перезавантажить коалицию, перезавантажить уряд, сфокусироваться на реальных задачах, которые стоят сегодня, будет зависеть, если мы сможем вернуть доверную людей и дать им понимание того, что в будущем Украина будет идти вирным шляхом. А ваше бачение, насколько быстро это будет? То есть, наступный тиждень в решение, роби контакты, когда изменится уряд, когда появляются новые люди. Я думаю, что нужно было анализировать ситуацию и три месяца назад, и пять месяцев назад, про то, куда мы идем. Вы понимаете, что, ну, завжди говорят, да, про то, чтобы сделать позитивные изменения, нужно, чтобы критичная масса людей захотела этих изменений. А теперь давайте уявимось себе, какая у нас критичная масса сегодня проблем в украинском суспільстве. Встречаемся с шахтарями, в шахтарях проблеми величезные. Встречаемся с лекарями, у лекарей величезные проблемы, и эти проблемы не решаются. В освещении купа вопросов, которые не связаны, и тоже они загоняют их в депрессию. Если мы беремо занятность, про которую я сказал, мы имеем падение. Если мы говорим про пенсионные фонды, про все иншее, у нас есть там дефициты, которые нужно покрывать. А вместе с тем, когда я проводил четвертую раду с керівниками фракций, я сказал про то, что найкращий план дій, который есть на сегодня, это коалиційная угода, которая была подписана пяти фракциями. Над ней работали больше месяцев, чтобы эта коалиційная угода сформировалась как реальный план дій по реформированию нашей страны. На самом деле это нужно делать, и, безусловно, сейчас вопрос стоит не про то, как изменять этот план, а насколько эффективно его используют. Кроме этого, посмотрите, страна находится в достаточно жахливом состоянии. А что нужно формироваться? Если говорить даже про тарифы, все знают, что сегодня та же соседняя Беларусь, она их снизила. Если говорить про мораторий на землю, если говорить про какие-то принциповые вещи, которые для ваших вещей требуют говорить со сообществом и принимать ответственные решения. Дуже важно, чтобы новая коалиция или новый уряд, если он будет созданный, он не был популяторным, чтобы он был уверен со своими гражданами. Когда есть конструктивный диалог, люди всегда понимают. Если люди чувствуют, что ты правый, что ты борешься за то, чтобы стало лучше, тебя люди всегда поддерживают, даже тогда, когда это будет на первом начале больно. Мы обговорили вопросы, связанные с антикризом планом дій. В кого есть сегодня сумнів в том, что Украина находится в кризе? Ни в кого. Поэтому, наряду с тем, что мы имеем коалиційную угоду и мы имеем много позитивных позитивных сделать, мы имеем и антикризово дойти. На самом деле, мы говорим про наповнение до бюджета. Это выплаты всех социальных, это выплаты в бюджетной сфере. У нас сегодня резервы в митнице, если поделать коррупцию, автоматизировать певные процессы, от 20 миллиардов и выше, возможно, уже в другом певречи, наповнити бюджет. Это бюджет пенсионного фонда, в котором не хватает в этом году 80 миллиардов. Это кошти, которые идут поза бюджетом, но и годуют коррупцию. Возьмемо то же самое питание податков. Возьмемо питание социальных фондов, в которых есть величезные резервы, которые можно потратить на повышение уровня жизни людей. И это абсолютно объективно. А есть ли это тарифы не повышать? То, что Батьківщина просит. А то, что касается тарифов. Тарифы должны быть экономически оборудованы, и мы про это говорили с Батьківщиной. Но самое главное питание сегодня у общества, насколько доверять этим тарифам. И я вважаю, что влада мае быть зацикавлена в том, чтобы все открыть буквально до одной копейки. Чтобы люди понимали, что такие тарифы, как информация, и сколько вартость того или иного природного ресурса, за который нужно платить. И самое главное, мае быть ответственный уряд, ответственная позиция и тот, кто может взять на себя ответственность. Я сказал своим коллегам, что, друзья, мы можем формировать новый уряд, если вы придете сгодой до формирования новой коалиции. Если вы будете вважать, что вы можете мне запропоновать эту позицию, я чувствую свою ответственность, и я готовый взять на себя свою ответственность. На вопрос, если я хочу быть керевником уряда, вы знаете, желание – это справа десятая. Чи могу я спорить с этим заданием? Я вважаю, что так. Я вважаю, что я сумленно буду делать то, что сегодня ожидает общество, и в чем потребует государство. Но это не моя самая цель. Самая цель у меня единственная, чтобы мы в рамках парламенту и уряда, который бы он не был, взял на себя ответственность и не рассказал, что все очень хорошо. А очень конкретно начали решить строить дороги, создать новые рабочие места, решить питание фермеров, помогли вылезти из этой ямы, где сегодня находятся шахтери. Это все возможно. И мои встречи с экспертом, мои встречи с представителями цих сфер, дают понимание того, что это возможно реально сделать. И поэтому я не понимаю позиции, что пересидем, как оно переймется. Я несколько месяцев назад сказал про то, что мы заходим в глибочинную политическую кризу, которая вызвана рівнем життя и доверия, життя украинцев и доверия до влады. Сейчас я хочу подкрасить, никто не сможет пересидеть ту кризу, которую сегодня чувствуют люди. Я много общаюсь с людьми, общаюсь с мажоритарными кандидатами. Вот только депутат до меня заходит, там сидаем, разговариваем, я говорю, как в тебе в окружении? Він каже, караул. Сьогодні влада дожилась до того, что не может выйти на улицу, потому что величезная агрессия по отношению к представникам цієї влади. Тому я вважаю, что лідер реформ уряд, уряд має бути эффективным, профессиональным. И уряд має спиратись на поддержку не популістичної, а реальной коалиции, которая обеспечивает реформу. Переконанный, что до конца года, возможно, добиться сталого позиции, из-за которой мы можем обеспечить сталое взросление национальной экономики, как следствие решения многих вопросов. Когда вы сказали, что я не буду премьер-міністром уряду лузерів, что вы мали на увазі? Вы маете на увазі, что Кабмін має бути докоренно оновлений? Что мають бути изменені ці обличчя всі? Я думаю, что треба всем дати по заслугам. Очевидно, что когда уряд отримает величезный 247 голосов, не задоволені работой, или вызнаной работой незадовольной, это означает, что много есть направлений в сфере деятельности уряду провальных, и тут нужно делать изменения. Но очень важно, чтобы уряд, который будет сформированный новым, я уверен, что это уникнуть невозможно, это очевидно. Он має отримать, соответственно, хотя бы надею от общества, что он может реализовать свои планы, и он может адекватно реагировать на запады украинцев. Это люди, которые должны отримать таку общественную доверие. Я называл эти прозвища абсолютно людей новой формации, которые способны брать на себя ответственность, которые способны проводить изменения. А вы можете сейчас сказать, на кого вы рассчитываете? Я сказал про министра финансов, вецепремьер, как бы это было возможно, уже есть предыдущая сгода, Иван Миклаш. Это реальный практик реформ Словаччины. Вецепремьер-министр, министр финансов Словаччины, который много лет занимался перетворением Словаччины на современную европейскую страну. Иван Миклаш, мне бы с ним было працювать за честь. Юлия Ковалева, которая сегодня працюет, первым заступником министра экономики, очень качественный фаховец. Максим Ніфьодов, который працюет в экономике, это хлопец, команда запустила прозорую программу, которая заощадживает кошти государственного бюджета при государственных закупивлях и борется с коррупцией. Это Дмитро Шимків, это Ивана Климпуш-Цинцадзе. Это новые люди, которые могут взять на себя ответственность и веру и правду пахать. Больше ничего не нужно. Нужно щоденно працювать над результатом. Я вважаю, что мой предыдущий досвит работы, я все-таки 8 роков був мером и двичі обирался. Дасть мне возможность найти ту дверь, которую нужно открыть, чтобы Украина начала рухаться в направлении не загострения политических и экономических проблем, а на шлиху развития. Если это будет нужно сделать с позиции спикера, я буду это делать. Но я точно знаю, что я не буду сидеть на месте и смотреть, как сегодня и далее края кодится в прерву. Нужно вырвать людей из депрессии, которая, так или иначе, если это не сделать, перерастет в агрессию. Нужно дать людям шанс и возможность, чтобы они поверили. В жодной стране мира, возьмите мапу света сегодня, поделитесь, покажите мне хоть одну страну, в которой бы украинец чувствовал себя так, как может чувствовать себя в Украине. Ниде. Тому очень важно, чтобы мы сегодня перетворили помилки, которые мы, напевно, все сделали, перетворили помилки на очень чистый анализ и новый план действий. И план действий не может быть через 5-6 лет. Мы можем через 5-6 лет достигать уровень жизни и жизни, ну, возможно, троехи гирше, но не гирше, чем это может быть. Вы можете перелечить приоритеты? Я сказал про это. По-перше, я вважаю, что нужно навести лад с наповнением бюджета на митнице, побороти контрабанду и коррупцию. Я вважаю, что нам нужно сделать полную ревизию того, что происходит в социальных фондах. Я вважаю, что мы должны восстановить национальную экономику через точки срастения. Можем поддерживать сегодня фермерство. Фермерство – это может быть локомотив. У нас есть два по большому рахунку для серьезных локомотивов. Аграрный сектор. Мы должны развивать информационные технологии. Я встречался с IT-шниками. Они сегодня делают 5 миллиардов для Украины. 5 миллиардов. Они до 2020 года могут втрече сборвать этот направл. Это 15 миллиардов долларов может работать на национальную экономику. Треба перетворить систему занятости, которая сегодня стимулирует безработище на создание новых рабочих мест. Треба створить правила податковые, регуляционные для бизнеса, которые никто не изменил 5 лет. Они этого ждут. Они ждут сегодня правил, которые позволят им инвестировать и создать новые рабочие места. Треба дать по рукам беспредельщикам, которые ходят в погонах и напрягают бизнес. Это нужно сделать абсолютно публично и жестко. Я вважаю, что тут нет что-то такого может претендувать на Нобелевскую премию. Это очень реальные кроки. Треба начать строить качественные дороги, не красные на них, а качественные коридоры, которые будут ездить украинцы, и которые будут приносить нам доход. Треба, наконец-то, сделать несколько вещей в охране здоровья, чтобы люди, которые имеют по сердцево-судинным захворюваниям, не умирали. Мы сьогодні маем по сердцево-судинным захворюваниям первое место по смертности. Люди в Европе, в свете живут с такими хворобами, как в Украине, а людина виходит на пенсию в 65 лет. В 66-67 має уже помирать. Это не справедливо. Можем сейчас интенсивно будивать дитячие садочки, чтобы дитинку взять и дать ей возможность навчать сегодня. И это все можно делать. Для того, чтобы это все реализовать, нужна поддержка коалиции. И сначала формуется коалиция у всех, ну знаете, как политики говорят, извините на слове, свои хотелки. А потом уже пропонуют премьера, затвердят премьера. Вы говорили с лидерами коалиционных фракций. Они готовы вас поддерживать? Я могу делать только то, что я сейчас сказал. Они не будут руки выкручивать. Я могу развивать спольно с командой однодумствием в уряде и в коалиции. Я могу докладать эти усилия для развития Украины. Я не буду ни кандидатом в премьер-министр, ни чиновникам, ни похотелкам. Похотелкам это не до меня. Я могу добросовестно делать свою работу. И я вважаю, что это принципово важливо. Я сказал про садочки, я сказал про лекарню, я скажу вам про Ахмадид. Ахмадид можно завершить до конца наступного року, можно завершить его будинство и сдать в эксплуатацию. Это лекарня, которая будет 10-летием. Это можно сделать? Я глубоко переконный, что так. И много других вещей, которые потребуют негайного втручания и выречения. Больше того, это нужно сделать не с горы високих киевских кабинетов, а спольно с мерами, с міськими радами, с сельскими радами, с областными радами, с областными адміністрациями. Можем все объединяться. Одна має бути идея. Украина – успешная страна. И тогда мы сможем это сделать. Это конкретные, реальные вещи, которые не потребуют, я еще раз наголошу, никаких премий нобелевских, которые нужно делать каждый день. И все будет налагодживаться, и люди будут чувствовать, что влада, в принципе, понимают, чим они живут, где у них есть проблемы, и начинают их решить. У тех, кто нас сейчас смотрит, просто есть вопрос, почему это все не было сделано раньше? Я думаю, что это все помилка. Я уверен в том, что это была недооценка того, что нужно сделать. С одного боку, нам нужно бездаганно сегодня взаимодействовать с Международным валютным фондом, выполнять бездаганно ассоциацию с Европейским Союзом, делать ряд вещей, которые будут реформировать страну. Но только это недостатно. Треба в десятки разів сьогодни больше, потому что много времени втрачено, чтобы Украина вшла на совсем другой уровень экономического развития. Когда я говорю про садочки, я понимаю, что такие садочки, как я их будовал. Я понимаю, что такие школы, я понимаю, как их нужно создавать, как они мают и будут наполнены с мистом. Мы все маем детей. Вот уявите собі, если ваша дитина или моя дитина не потрапила до дитячого садочка, то в ней будет второй шанс, а не потрапила, потому что дорослые недологи. Чи в ней будет второй шанс отримать дошкольную область? Николи. А если она не потрапит в комплектную школу, где ей будет выкладывать дисциплины, она может быть конкурентою и потрапить до вищего навчального заклада и отримать свою специальность? Ни. И кто этой дитине даст наступный шанс? Никто. Это один раз в жизни и мы должны как дорослые это понимать. Это же самое касается профтехосвита. Мы формуем виробниче специальности на уровне профессионально-техничної освіти на технологиях 50-60-х лет. Скажите, пожалуйста, эта дитина, которая закінчивает профтехучилище, она будет конкурентою быть? Ни. Она может претендувать на качественное рабочее место и зарплату? Ни. Потому что ей нужно приходить на виробничество и там еще раз перенавчатись для того, чтобы быть конкурентою. Таких вопросов масса. И я хочу подкрасить, если мы не понимаем, что эти десятки, десятки проблем, которые мают сегодня критичное значение, не будут решены, проблем будет все больше и больше, а настрой в суспільстве будет все гирже и гирже. Украина этого не заслуживает. Дякую за разумову. Я почув, что, в принципе, если это будет коллекционный уряд, не технично, как сказали, то все равно это будет уряд, который будет заниматься конкретными справами. У него нема шансов. Иначе быть не может. Дякую за разумову. И пообещайте, что когда затвердят, первое интервью будет нам в якости премьер-мінистра. Неважливо, когда затвердят. Важливо в те, насколько уряд будет способен делать изменения. И это я таким людям просто не заздрю, потому что уважаю, что они хворим. Посада это инструмент. Неважливо, яка. И мы можем тут быть объединен. Дякую еще раз. Дякую за разумову. Дякую. Владимир Гройсман был в нашей студии. И говорили мы о том, что случится в Раде на следующей неделе. Но в любом случае, возможное назначение нашего сегодняшнего гостя, это будет результат договоренности между фракциями. А вот чего хотят политики, как настроены? Не слишком ли они заигрались в эту войну престолов, когда драка уже не только за министерские посты, когда, похоже, многие о будущих выборах думают, и риторика во многом предвыборная. Почему тянет с заявлением сам Яценюк? И когда из здания на Грушевского начнут вещи выносить? Вот во всем этом огромный комплекс вопросов, во всем этом разбиралась наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. С вещами на выход. Теперь уже не вопрос уйдет ли Яценюк. Уйдет. Вопрос, когда из этого здания начнут мебель выносить? Еще день-два и у грузчиков появятся работы, вынесут ставшие уже ненужными портреты, так и непринятые законопроекты, просьбок МВФ, мол, денег дайте. В общем, все, что накопили за два года и громко назвали реформами, может стать попросту макулатурой. Не исключено, что придется вывозить даже кресла, за которые вроде бы и не держались, но прощались с которыми так неохотно. Усадить в это кресло кого только не пытались. Примерялись без малого два месяца и, похоже, решились на рокировку. Стул на стул в обмен на его спикерское и мерзкое кресло готово отдать Владимиру Гройсману. И осталось только понять, благословят ли депутаты этот переход из одного центра влияния в другой, между которыми считанные метры и светофор, где так часто горел красный. Красный свет на пути из Кабмина в Раду по сути горел с лета. Правительственные законопроекты проходили с трудом, ведь кроме премьерской фракции самого премьера редко кто поддерживал. Сейчас БПП предложил вариант, при котором в правительственном квартале может загореться зеленый. Я запропонувал кандидатуру Владимира Гройсмана в якости кандидата на посаду премьер-министра. А вот как под эту кандидатуру собрать голоса и кто из фракций что захочет, как раз и торговались целыми днями. На переговоры политики буквально просачивались через толпу репортеров, которые томились в ожидании ну когда же. Но какое тут быстрое решение, если нового премьера может предложить только новая коалиция. А ее так как слепить. Политики стали высчитывать комбинацию на троих. БПП, Батьковщина и Народный фронт. Треба сосредить свою увагу на формировании коалиции. 226 голосов не только под имя нового премьера, но и под программу действий уряда, под новый склад уряда. Громкие слова. Новое правительство на камеру фронтовики, конечно, говорят, но вот дадут ли голоса за Гройсмана до сих пор не сказали. Согласна только Батьковщина. А самопомощь даже на консультации не ходит, мол, не видят себя ни в правительстве, ни в коалиции. Не дотерли, не домазали, не додилили. Водбывается какой-то закрытый договорный процесс. Отже, мы не можем там принимать участь и легализовать собою этот процесс. И вправду договариваются о должностях, о кодах, о гарантиях. Конечно же, неформально. Поговаривают, Яценюк готов уйти, оставив за собой 4-5 министров. Конечно же, Авакова. Петренко из Минюста, без визы которого из Кабмина ни один документ не выходит. Но потенциальный премьер Гройсман то ли по этому поводу, то ли говоря о чем-то большем, так и сказал, Кабмин Лузеров не пойдет. Я сказал про свои принципы. Я не собираюсь никого обслуговывать, никаких сильных свят у всего. Но чтобы Гройсман мог формировать правительство, политики выдвигают свои условия. Кто формально, кто нет. У всех свои хотелки. Если сегодня Батьковщина входит в коалицию, то у нас величайное питание. Если будет дальше говорить о возможности увеличения тарифов? Абсолютно точно нужно понижать тарифы, нужно скасовать податки на пенсию, нужно проводить мораторий на продаж сельско-господарских земель. Мы требуем оборону на продаж земель сельско-господарского призначения и отмогу от подвищения пенсионного века. И кандидаты в премьеры, и партнеры по будущей коалиции отмогаются записывать в коалиционную угоду наши требования. Список противоречий у каждого на несколько листов. И от них так просто не откажешься, ведь все, что нам обещали давно уже не просто заявление, часть предвыборной риторики, а то, что хрупкая коалиция, в которую сейчас пытаются протолкнуть все, что можно, в любой момент может треснуть, прекрасно понимают во всех фракциях. устойчивая большинство. И я, честно говоря, не вижу выход, кроме внеочередных парламентских выборов. Так что не исключено, что раньше срока и израды вещи понесут. Но для этого шоу афиши пока не напечатали. А вот другой спектакль уже не за горами. Целая премьера. Как из здания, напротив, портреты будут выносить. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Сергей Килимник, Иван Нышкинтер. Подробности недели телеканал Интер. Ну и о политике далее с Юрием Луценко поговорим. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Самый главный вопрос к вам, ну а чего же все-таки ожидать от следующей недели, потому что, знаете, мы тут уже вечер добрый, дякую, что приехали. Просто политики, которую неделю уже прогнозировали, что вот рада соберется, будет отставка, будут новые назначения на наступном бутырже. Неужели этого ждать, или снова будет ваша классическая фраза «Здравствуйте, кролик, третий срок»? Цей недень також вывелся недень сурка. Помните этот чудовый американский фильм, где главный герой каждого ранка прокидался в том же дне. По-новому, по-новому, по-новому. Мы також каждый недень проводим недень сурка, когда умовление до Народного фронта погодиться с необходимостью изменения уряда, которому отказало доверие и общество, и парламент не дает позитивного решения. Как известно, Арсений Петрович Аценюк заявляет, что он придет при условии, что будет кандидат в премьеры, у него будет 150 голосов, и фронт приедет до этих голосов, а также у него будет программа, которая поддерживает общество и наши международные партнеры. окей, я собрал лидеров фракций нынешней и колишней большинства, пять фракций, и запропоновал им сделать элементарный анализ ситуации. Первый вариант. Кто из вас хочет идти на достойные выборы? Кто сказал так? Четыре сказали мы против, фракция Батьківщина заявила, что она утримается, то она не против. Окей, раз, четыре фракции готовы працювать дальше, давайте працювать. Есть два варианта створения нового уряда. Первый вариант, который предлагал президент, створение технократического уряда на челе Зерезко, который готов запропонировать склад Кабинета Министров и других органов и правительств без консультации с фракциями парламентом. Кто за? Самопомощь, мы готовы голосовать. Вы готовы створить коалицию под такую кандидатуру? Нет, в коалицию мы никак не входим. Вы коалицию створите? Нет. Окей. А самая коалиция має подать президенту кандидатуру. Кто готов створить коалицию под технократический уряд? Народный фронт сказал так и БПП сказал так. Батьківщина? Нет. Радикали Ляшка? Нет. Такий уряд стае и раз мы все понимаем, что нынешний уряд мы не поддерживаем, до выборов мы не идемо, технократии мы наймаемо, значит, тогда мы должны создать новый коалициональный уряд. В имени наибольшой фракции я внес кандидатуру Владимира Гройсмана, который мог быть следующим премьером. Конечно, это нужно обговорить на всех фракциях, включая нашу принятие официальное решение и идти дальше. В понедельник будет заседание всех фракций и мы ждем решения БПП. Я могу спрогнозировать, что она поддерживает пана Гройсмана. Мы ждем решения Батьковщины и, по предстоящим данным, она готова создать коалицию под пана Гройсмана. И, конечно, мы с нетерпением ждем заседания фракции Народного фронта, которая, получив все условия, которые они выставляли, мают визначити это. Есть кандидат, есть программа и, срештой, есть 150 голосов, которые вместе с Народным фронтом создавают коалицию. Пан Яценюк мог бы в втором поставить на голосование своеводом доверие або в другой способ опилюдить заяву по представке. После этого мы могли бы подписать коалицию угоду, внести премьера и страна получила бы нового кандидата премьера. Всереду новый премьер провел бы консультации с фракциями, в четверо мы проголосовали бы за новый склад угоду. Это оптимистичный вариант. Так в нормальной стране, которая хочет покинуть политическим безвладением. Украина уже два месяца хочет декларативно покинуть политическим безвладением. Вы разведаете вариант, что, например, не будет 226, что не напишет заяву тот самый Яценюк, который уже два месяца обещает и напишет. Я выполнил все условия Арсения Яценюка и Народного фронта, запропонувавши кандидата программу и склад коалиции. Теперь вся края может пересвечиться, кто чипляется за кресла, кто хочет рухать краю. Если Народный фронт найдет еще 101 причину, почему на этом неделе это голосование не будет я как Луценко выйду из коалиции и думаю, что не меньше 100 моих коллег сделают то же самое. Это откроет дорогу до выборов, потому что страна не может быть заручником одния или несколько человек. Я думаю, что изменяя премьера от БПП, а глава Верховной Ради от Народного фронта отвечает на вопрос баланса влади, чтобы не было узорпрации влади. И мы официально запропонували Народному фронту дать кандидата на главу Верховной Ради. Знаю, что у них есть ответ на что никто не собирается узорпровать владу. Просто нам нужно обновить общественную доверию, обновить парламентскую коалицию и рухать страну до лучшего жизни. Мы не маем права просто спостерегать за бесконечными политическими таревинями. Далее это невозможно. Для меня особисто это червона линя. Далее эти недели 40 не могут продолжаться. Або реальные изменения, або на жаль гирший вариант потрясения для країни, через выборы, но это также метод изменения ситуации. Юрий Витальевич, чтобы с двумя вопросами разобраться, вы ответственно человек, я ответственно вопрос. Стосовно ваших коллег, которых сейчас БПП решило избавить мандатов, почему это? Потому что в версии много, Facebook выбухнув. И по-друге, что до Генпрокурора. Многие сказали, что Генпрокурора будет связана пакетом, а в тот самый день, когда выставка премьера. Какая там ситуация, какие договоренности? Первое, наши фракции, пока я керую нею, все депутаты имеют свободу слова и даже свободу голосования. Это не совсем сприймается с общества, они говорят, что вы должны голосовать вместе, но у нас такая разная фракция. И поэтому, голову, я завжди не даю тиснути на людей, которые имеют свою точку зору. Они могут заявлять, что за угодно, они могут голосовать, как вважают персонально необходимое. Но, тем не менее, двум нашим коллегам этого выявилось мало. Они перейшли табу конституционную оборону на выход из фракции человека, которая обрана по списку соответствующей партии. Конституция абсолютно прямо пишет, что в таком випадку повноважение народного депутата достроково припиняется. Дехто каже, что на это нет соответствующего закону. Нагадую, что давным давно Конституционный суд постановил, что Конституция основный закон прямо действия. И если ее положение, например, на мирное собрание или на персональное голосование не подкреплено соответствующим законом, все равно они действуют как прямая норма Конституции. Таким чином, заборона на выход из фракции с присочником действует сегодня и имеет норму обовязковой. Люди, которые выходят из фракции, достроково избавляются мандатом. Наш съезд сделал именно такой выбор. Мне очень шкода. У меня добрые давние отношения с паном Томенко. Я не понимаю его ученку, я не понимаю ученку Егора Ферсова, но они его сделали. Сейчас, чтобы уникнуть избавления мандата, у них есть время для того, чтобы прокурора. Я думаю, что на этом неделе нужно закончить эту историю. За пропозицією президента, генеральный прокурор Украины, втративши общественную поддержку, написал заяву про представку. Пан Шокин сделал много прокуратуры, он действительно начал ее реформу, но эту закастаневую систему не сменить изнутри невозможно. Я лично считаю, что реформа цієї напев мафиозной генерального Могильника не может провести никто, кто был прокурором. Я думаю, что это має сделать человек из сторони, человек, имеет политическую и особистую мощность уничтожить эту связанную систему круговой поруки. На жаль, пан Шокин, сделавши много, я анализую всех прокуроров перед ним, Шокин один из людей, который пробил принциповые кроки. Теменеменше, недостатньо, чтобы люди отчули серьезные изменения. Он пошел в отставку. Я думаю, что в вторник має быть проголосована. Президент будет готов к внесению следующего кандидата, согласно своих конституционных повноважений, сразу после решения этого вопроса. Кого он не знает, я не знаю. Главное, сварку припините между прокурорами. Безусловно, когда генерального прокурора пикетирует генеральную прокуратуру, это означает, что в Украине хаос. Больше того, хочу сразу сказать, что заявы про то, что идут какие-то репрессии щодо реформаторов сторони консерваторов, не всегда отвечают дейсность. Насправді, никто не обшуковывал следователей группы пана Саквералидзе. Никто не звольнял их из работы. Саме Шокин письмово доручив зупинити будь-які спроби таких дій. Але створення генеральної инспекції, на которую правильно наполягає пан Саквералидзе, не может быть предметом митинга. Это предмет закону. И все депутаты, которые поддерживают пана Саквералидзе, давным-давно должны были бы внести проект закону, по которому ввести право прокуратури на генеральную инспекцию, которая отримала бы право чистить свои ряды. Бо на сегодня на создание генеральную инспекцию нема. Сьогодні единый орган, который может чистить корупцию прокуратуры, Национальное антикорупционное бюро. И ясно, что оно не может с этим справляться эффективно. Тому я особисто проведу нараду, на которой буду готувати проект такого закону. И уверен, что генеральная прокуратура должна отримать законные подставы для створения инспекции, которая чиститима властных корупционеров и отправляет их справа в НАБУ для засуджения. Тебе закон и конкурс, чтобы набрати этих людей и подписать результаты этого конкурса мает новый генпрокурор, которого поддерживать общество. Работать это сейчас, при максимуме недоверия до керевництва генпрокуратуры, безконкурсно, тех людей, которые брали человека с незрозумимым статусом, мне кажется, нелогичным. Давайте до політики повернемося, чтобы уже остаточно разобраться. Насколько велико вероогидно, что то план, который вы рассказывали, понедельник, вторник, середа, четвер, что это будет так, на что вы надеемся, что нам бы хотелось, чтобы это закончилось ситуацией невизначенности. Есть такой чин, что и президент, который летит в середу США, как он будет говорить с первыми особами Америки, когда мы просим нам домогти, мы просим дать новый транш, ну, немае уряду, дієвого уряду, байду же, уряду Яресько чи уряду Гройсмана, просто уряду, який бы працював. Цей чинник називається відповідальністью, бо я бачу багато коллег, які делят портфели, делят комбинации перестановок и всего другого. Послушайте, зрештою, каждая выборная посада колись заканчивается. И депутатская, и премьерская, и президентская. И остается лишь то, что ты сделал для страны. Я, например, на фракции буду с этого начать. Не дивляюсь ни на что, мы должны говорить не про персонал, а про перспективу страны. Краина остановилась, реформи остановились, люди живут очень тяжело, не гирше за все части независимости Украины. И находятся у вечера не того материального стану, а того, что никто не показывает перспективы. Ничего не происходит. И поэтому мы должны сегодня принять решение. Идется не про то, что фракция БПП хочет иметь своего премьера. Если бы можно было иметь иншу, мы бы удовольствием это сделали. Потому что теперь вся ответственность будет лягать на президента, его фракцию, его представника на челе Кабміну. Мы это усведомляем. Но ховаться не будем. Я бы пропонувал такой же ответственностью за государственный и общественный процесс керуватися другим фракциям. Я чую, что много наших коллег сам так робят постановку питания и в Батьковщине, и в Народном фронте. Я сейчас не хочу никого демонизировать. Я думаю, что этот процесс будет завершен. Но очень хотелось, чтобы он был завершен цего тижня. Бо далее затягивать эту бесконечную тижню 40 и просто безответствовательным, не просто ганебным с точки зрения политики, но безответствовательным до 43 миллионов края. Далее так не можно. Спасибо за разговор. Юрий Луценко был у нас в студии. И вот только что я упомянул о визите президента Соединенных Штатов. Действительно, в среду Петр Порошенко вылетает в Вашингтон. Формально для участия в ядерном саммите неформально на полях и отдельно будет о его выступлении в Конгрессе, будут о его встрече с американскими политиками. Об этом визите и о том, что сейчас думают в Вашингтоне об украинской политической ситуации мы говорили с Джоном Хербстом, бывшим послом Соединенных Штатов в Украине, человеком, который накануне визита Порошенко в Вашингтон специально прилетел в Киев, чтобы почувствовать настроение. Откровенно говоря, все эти два месяца мы тут в Украине были в ситуации полной неопределенности, когда не назначен премьер-министр, когда по сути нет коалиции, когда политики не могут найти общий язык. Глядя на это, а что думают в Вашингтоне? Кризис стал уже явным. Все эти политические игры, чтобы собрать голоса, формирование правительства, когда депутаты просто не голосуют за отставку. Своего рода игра, это плохо для Украины. Для вас прошлый год был удачным. Остановили агрессию, экономика наконец-то пошла в рост. И вот вам результат дурацкой политической игры. Страна безэффективного правительства уже семь недель. Это просто стыдно. Люди в Украине заслуживают лучшего. А сделать-то что можно в этой ситуации? Люди, которые принимают решения, должны наконец решить, как сформировать правительство, которое будет работать. Это не наша задача говорить вам, кто должен быть премьер-министром, кто министром внутренних дел, кто министром экономики или юстиции. Главное, чтобы правительство просто работало и чтобы на повестке дня были серьезные реформы, чтобы в Кабмине принимали решения, которые нужны Украине, меняли ее. А каковы риски, если патовая ситуация, в которой мы сейчас и которая уже два месяца длится, будет продолжаться? Еще месяц или больше? Авторитетные экономисты говорят, что в четвертом квартале прошлого года Украина уже выходила из экономического кризиса. Бюджет был принят быстро, в честь украинских политических лидеров и всех, кто к этому причастен. Но потом, с этим искусственно созданным кризисом, МВФ просто сказал, «Минуточку, мы вам должны дать миллиарды, давайте подождем и посмотрим, а что у вас там произойдет». Из-за этих политических игр стране был нанесен серьезный экономический удар. Это грустно. И сейчас время для ваших лидеров и о своих рейтингах подумать, и подумать о стране. «На следующей неделе президент Порошенко собирается в Вашингтон, где возможно встретиться с вице-президентом Байденом или другими американскими политиками. Вы ожидаете, что перед этим визитом и будут решены все проблемы, и мы наконец-то получим все ответы?» «Было бы очень полезно продвинуться в создании нового правительства или хотя бы понять, кто будет на каких должностях. Было бы полезно, чтобы проблемное. Люди больше не были при должностях. Думаю, надеюсь, президент Порошенко и сам прекрасно это понимает. И несомненно, это то, чего ждут в Вашингтоне. Это не только я говорю, но и замгоссекретаря, и наш президент. И это очень важно». «Спасибо за интервью». «Спасибо». Ну вот так настроение в Вашингтоне. Накануне визита туда президент Порошенко видит Джон Хербст, весьма информированный дипломат. Как видите, в Штатах прекрасно понимают, что происходящее вокруг правительства это затянувшаяся игра, что каждая новая неделя промедления означает потерю рейтинга, влияет на репутацию уже не только депутатов, но и первых лиц страны. Как пройдет этот визит, а напомню, уже в эту среду Петр Порошенко прилетит в великанскую столицу даже. В Конгрессе выступит. Я буду следить лично. На следующей неделе съемочная группа «Подробности недели» тоже отправится в Вашингтон, чтобы вы все узнали из первых уст. Ну и представляю, с какими мерами безопасности нам теперь придется столкнуться в аэропортах вот по дороге в Статы. После брюссельских терактов службы авиабезопасности закручивают гайки, пытаясь оправдаться за свое полное бездействие и даже расхлябанность. Ну, ведь только представьте, в аэропорту Брюсселя, где произошел теракт, даже вот таких простейших рамок металлодетекторов на входе в терминал не было. Зарегистрировавшись на лейс, люди попадали в зону досмотра, а вот до этого никакого контроля. Ничто не звенело, и террористы беспрепятственно занесли четыре сумки со взрывчаткой. Напомню, что взрывы в Брюсселе унесли жизни 31 человека, еще около 300 были ранены. Накануне в Италии задержали еще одного подозреваемого в причастности к взрывам в Бельгии. Это Джамал Эдин Уали. Его подозревают в изготовлении поддельных документов для смертников. Тем временем, ИГИЛ грозит Европе новыми терактами. В интернете опубликован видеоролик с обращением уехавшего воевать за ИГИЛ бельгийца Хишама Шаиба. Его разыскивают за террористическую деятельность. На французском и голландском языках он пугает новыми атаками на Бельгию, Европу и весь западный мир. В этих условиях Европа отмечает католическую Пасху впервые за многие годы с повышенными мерами безопасности и с опасениями, что террористы могли бы даже в храм в толпу верующих сумку со взрывчаткой занести. Как этот день прошел в самом Брюсселе, узнаем у нашего корреспондента там Софии Гордиенко. Коллега, вечер добрый. Как настроены жители столицы Объединенной Европы? Что говорят? Дима, это едва ли не первая Пасха за последние десятилетия, когда вместо праздничного настроения царят растерянность и тревога. Многие люди сегодня не пошли на праздничную мессу, предпочли остаться дома, но все же в старый город, на площадь биржи сходятся жители, которые хотят воздать память погибшим. Также не обошлось без неприятностей. Сегодня всех Бельгии на поездах приехали в Брюссель. Некие люди в черном стали кричать, что они хулиганы. Они пытались приблизиться к этому самому месту памяти и скандировать, что, мол, мы у себя дома. Без полиции не обошлось. Полиции пришлось их оттеснять и даже успокаивать брендсбойтами. Но через некоторое время все успокоилось, и гости, и горожане стали опять сходиться к бирже. С каким настроением? Прошу послушать. Когда мы увидели кадры, то почувствовали, что, простите, в какой-то заднице. Это невозможно. Они говорят, что убивают неверных. Но кто эти неверные? Мы, они, мусульмане. Там ведь погибли все, невзирая на веру и национальность. Мы пришли сюда, чтобы принести цветы в память о погибших. Когда мы увидели по телевизору, что происходит, не могли поверить, что все это рядом с нами. Наша школа недалеко от места взрывов. И мы до сих пор не знаем, живы ли все наши одноклассники. Многие пытались сегодня провести некий марш против страха. Но испугались сами местные власти. Вчера на внеочередной пресс-конференции пришли мэр города и министр внутренних дел. И они очень настоятельно попросили горожан воздержаться от любых маршей и оставаться у себя дома в безопасном месте. Они сказали, что у полиции и так работы очень много. И такие марши, такие сборища, они могут помешать полицейским. Проводится очень важное расследование и нам нужно много полицейских для этой работы. Наш главный приоритет дать возможность полиции работать в максимально подходящих условиях. Поэтому мы просим граждан не собираться в воскресенье. Мы полностью понимаем и разделяем эмоции людей. Но это наша ответственность, чтобы все прошло хорошо. До сих пор патрулируют улицы военные и паралитейские. Очень много людей в штатском, но с оружием. Продолжаются задержания по всей Бельгии. И в ней ее. Надо отметить, что бельгийцы вообще были очень неприятно поражены тем, что произошло. Потому что оказалось, что юстиция и Министерство внутренних дел сделали массу ошибок. Оказывается, братья Эль-Бакфраи, это люди, которые организовали теракты, они должны были находиться в тюрьме, но их выпустили раньше времени за примерное поведение. Хотя в тюрьме их поведение вовсе не было примерным. Также адрес Залах Абдуслама, он был известен полицейским еще в декабре, но эту информацию никто не принял ко вниманию. Мало того, она застряла где-то в кипе бумаг в районном отделении полиции. Это все вызывает очень много вопросов. Министр внутренних дел и министр юстиции даже пытались публично покаяться и публично подать в отставку. И премьер-министр так точно публично эту отставку не принял. Но людей, конечно же, это не успокоило. Я 20 лет работаю на вокзале и видела уже не одну эвакуацию. То поджог, то ложная тревога. В общем, не всегда легко. Но здесь это что-то поразительное случилось. Очень жаль, что в 21 веке происходят такие вещи. И где все эти медиумы, все эти менталисты, которые предсказывают будущее? Никто нам ничего не сказал и ни о чем не предупредил. Дима, что делать дальше? Ответа, увы, пока нет. Предлагается очень много разных мер, как создать зону охраны Европейского Союза, также и реестра авиапассажиров. Но до сих пор в Европе остается масса арабских анклавов. Есть рынки торговли оружием, есть салафистские мечети, которые процветают. И все это прекрасно финансируется из ИГИЛа. Так что, как именно бороться на местах с такими вещами, непонятно. Никто конкретных решений не предложил. Дима? Коллега, ну я думаю, ответ, что делать конкретно, вот конкретный план, он все-таки есть в Израиле, даже в Европе, если это не до конца понимают. Ну вот, к примеру, в Израиле мера безопасности в том же Бен-Гурионе неимоверно жесткий, когда через Бен-Гурион, кто летал, знает, не придешь за три часа до вылета, ну просто ни на рейс не успеешь, столько формальностей, не просто рамка, вот где надо было мне телефон выложить, потому что звенело, намного больше. терактов 11 сентября уже пришлось перенимать американцам. Ну, глобально это, конечно, проблемы не решит, но многих проблем избежать все-таки поможет. Хотя нам с вами, как пассажирам, и доставит множество неудобств, но может хотя бы жизни позволит сохранить. Вот детально о безопасности по-израильски, которая теперь может стать и европейским опытом безопасности. Сергей Услендер. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в самый защищенный аэропорт мира, вокруг не видно вооруженных людей. Это совсем не значит, что их там нет. В Бенгурионе есть такой норматив, террорист, который вытащит оружие, не проживет дольше 10 секунд и даже не поймет, кто и как его убил. Может быть, это будет сотрудник гражданском, такие кружат по аэропорту непрерывно. Может, снайпер из укрытия, но в любом случае шансов нет. Теракты в Брюсселе потрясли израильских экспертов не драматизмом событий. Этого хватает и в повседневной жизни еврейского государства, а почти полной неготовностью и абсолютной некомпетентностью европейских служб безопасности. Уровень готовности их аэропортов к отражению террористических атак, по мнению израильтян, не просто низкий, он практически нулевой. Любой человек беспрепятственно может войти в терминал и дойти до стоек регистрации с оружием и взрывчаткой. В Бенгурионе такое немыслимо. Первый контроль за 7 километров до аэропорта, далеко на въезде, потом на въезде в парковку, потом на входе в терминал. Мы ставим права человека после права на безопасность. Вот это принципиальная разница, которой европейцам вообще непонятно. С точки техники у нас система проверки психологической. В самом защищенном аэропорту мира не надо снимать обувь во время проверки. Никто не открывает чемодан и не роется в вещах и не забирает бутылки с водой. И даже беседы с секьюрити, которые так раздражают иностранцев, как выясняется, это не проверка. Прямые вопросы, которые вам задают, когда о вас, допустим, вы в аэропорту и вас офицер безопасности девочка спрашивает, задает вопрос, она в принципе задается одним вопросом. Надо вас проверять или не надо вас проверять? Потому что считается, что проверить всех невозможно. Но можно как следует проверить 10, 15, 20 человек. Зеев Сарик много лет был директором Бен-Гуриона. Он своими глазами видел теракты, когда в 20 метрах от него взорвался чемодан и погибли несколько человек. Только с тех пор прошло несколько десятков лет и больше взрывов в его аэропорту не было. Они, европейцы, не проводят учений вообще. И вот результат. Раненые по полчаса лежат, истекая кровью. Никто не оказывает им помощь. Секьюрити бестолково мечутся по зданию, размахивая оружием. А пассажиры бегут и давят друг друга. После теракта в Брюсселе у них по всей Европе автоматчики на каждом углу. Но это не поможет. Террорист-смертник идет умирать. В него бесполезно стрелять. Его надо не подпустить к аэропорту. Никакого творчества и инициативы тут нет и быть не может. Четкий протокол действий на все случаи жизни. Вопрос, ответ, если сложность проблемы превышает уровень сотрудника, он зовет своего начальника, тот следующего и так далее. Сарик считает, что фундаментальная разница в подходах, в Европе удобства и права, в Израиле безопасность и жизнь делает следующий теракт лишь вопросом времени. Технологии не проблема. Их всегда можно купить. Вопрос, кто и как их применяет. И вот тут в Европе есть серьезнейшие проблемы. Они думают, вот сейчас установим какие-нибудь суперсканеры и все, мышь не проскочит. Неверно. Рентгеновский аппарат хорошо помогает искать болезнь, но не лечить ее. Основа системы так называемый профайлинг, то есть выделение особых групп или типов людей, которых нужно более тщательно проверить. Например, нет смысла внимательно обыскивать женщину с двумя детьми, потому что еще не было случаев, чтобы женщина с двумя детьми взрывалась в аэропорту. А вот женщину в хиджабе, в том же Бен-Гурионе, будут проверять гораздо более внимательно. Конечно, не все мусульмане террористы, но все террористы последних лет мусульмане. Именно так и работает профайлинг. Администрация Бен-Гуриона завалена просьбами поделиться секретами, как работает эффективная система безопасности. В аэропорту разводят руками, универсального рецепта нет, систему выстраивали 40 лет. В результате израильский аэропорт, будучи одним из самых удобных в мире, превратился одновременно в неприступную крепость. Тут только одна проблема, у Европы, похоже, нет 40 лет. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности недели, телеканал Интер, Израиль. О других важных темах поговорим ровно через 7,5 минут. Мы вернемся в эту студию во втором часе после рекламы. Смотрите прямо сейчас. Скандал в прокуратуре. Замгенпрокурора Сакварелидзе обвиняет коллег в давлении. Нас просто обманули. ГПУ в ответ обвиняет Сакварелидзе. Это выключено популизм. Кто прав в этом споре? Точка в деле Савченко. Кого на кого поменяют? Версия Веры Савченко. И родителей российского разведчика. Это в их власти, не в моей. Эксклюзив программы. То, о чем говорят и спорят в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Мы возвращаемся в прямой эфир. Это подробности недели. Вторая часть программы. Я, Дмитрий Анопченко. Всю первую часть выпуска. Помните, мы с вами говорили о большой политике. И как-то уже мы привыкли, что скандалы постоянно возникают. Что в Раде, что в Кабмине, что уже на совещаниях самого высокого уровня. Чиновники не стесняются. Ну, тот же Стакановакова вспомните, который он Михаил Саакашвили швырнул. Но когда уже в прокуратуре, где как раз и призваны следить за соблюдением законности и давать оценку действиям всех остальных чиновников, до митингов доходит, это, как сказал вот здесь сегодня, стоя в студии Юрий Луценко, просто знак, что в стране абсолютный хаос. С этим ведомством связана еще одна очень громкая история, о которой я начал вам рассказывать неделю назад. Поразительная история исполняющего обязанности прокурора Киева. Который уверен, что иллюстрация это не о нем. И всерьез думает, что все поверят. Мол, дожив до 40 лет и до таких постов он ни кола, ни двора не имеет. Ни квартиры, ни машины, ничего. Будем в этом прямо сейчас разбираться и сначала, конечно, о главной теме недели, о которой все говорят. Ну, Фейсбук просто раскален. О противостоянии зама генпрокурора со своим ведомством. Ну, вот что происходило на этой неделе. Смотрите. Скандал в Генеральной прокуратуре Украины. Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе обвинил руководство ГПУ в давлении на его команду, которая занимается резонансным делом так называемых бриллиантовых прокуроров Шапакина и Корнеца. По его словам, на этой неделе его подчиненные начали массово получать извещения об увольнении. Нас просто обманули. Вывели этих ребят в Пазаштат и сегодня уже вручили им вот эти попережения об увольнении. То есть сделается все максимально для того, чтобы парализовалось и это дело, и другие дела. Я еще раз повторяю, производство этой службы сегодня до 40 производств. Вместо того, чтобы нам вместе заниматься делом, единственная угроза оказывается сегодня украинскому обществу состоит вот в этих ребятах. В ГПУ сразу же ответили. Прокурор Владислав Куценко заявил, что команду Сакварелидзе не увольняют и в расследование дела бриллиантовых прокуроров никто не вмешивается. Речь идет лишь о переводе в другую структуру, генеральную инспекцию внутренних расследований, создание которой инициировал сам Сакварелидзе. Все обвинения в ГПУ назвали обманом и, в свою очередь, обвинили замгенпрокурора в популизме. Управление, в яком працювали вказані особы, ліквідовано. В зв'язку з цим особам попереджається, що вони будуть звільнені, можуть бути звільнені, бо це наше право їх звільнити чи ні. До 24 травня 2016 року. Уже на следующий день под стенами ГПУ прошел митинг в підтримку команди Сакварелидзе. Акцію накануне анонсував он сам, заявив, що її проведуть несколько общественних організацій. На це сразу же отреагували в Генпрокуратурі. На страниці ГПУ в Фейсбуці появилось видео с митинга. Видно, що в стороні возле здання стоять молоді люди, лица которых закрыты капюшонами. В комментарий прокурор Владислав Куценко называє їх тетушками. Тем временем 8 руководителей областних управлений прокуратуры в открытом письме осудили действия Сакварелидзе і потребували от Генпрокурора його увольнення. По їх мнению, Замгенпрокурора, призывая протестуючих выйти на митинг, оказыває давлення на ведомство і нарушає закон. Своє письмо написали і народні депутати від Одесської області. Вони потребували від Віктора Шокіна уволити Сакварелидзе не тільки з должності Замгенпрокурора, але й областного прокурора. Тем временем Печерський суд Києва разрешив следователям изучити документи по делу о растрате средств, виделених США на реформу прокуратуры, в чому подозревають команду Сакварелидзе. По словам журналиста Владимира Бойко, который расследують цю тему, річ идет о средствах на разработку тестів для перетестації прокуроров. Были виділені спочатку 200 тисяч доларів, потім ще 2 мільйони. Куди пішли ці гроші, також не відомо, тому що підсумку, під час тестування використовувалися тести, які з великою кількістю помилок були просто перекладені з грозинської мови, які вже колись хтось розробляв, і вони відкритим у доступі. Скільки денег потратили на тесты і где остальные, будуть выясняти следователи. Також в прокуратурі считають нарушенням закона, що гранты направлялись не напрямую на счета ГПУ, а передавались частним організациям, в частности, Центру противодействия коррупції. Інформацію о выделении 2 мільйонів доларів ще в августе прошлого року розмістила на своєм сайте посольства США. Там говориться, що документи подписал лично Сакварелідзе. Сам він це не отрицає, однака заверяє, що суми в бумагах не указувались. Да, я подписав меморандум о взаємодействію і взаємосатонічестві. Там никаких перечислений сум там не указувалось. Разні донорські організи фінансували різні проєкти. Та, були виделені. Євросоюз виделяв, напрямі, діньки на фінансування тестів для прокурорів. Тем временем, Генпрокуратура намерена проверить членів команди Сакварелідзе. Некоторих із них обвиняют в нарушеннях во время расследовання дел Автомайдана. Також ГПУ проверяє інформацію о доходах і імуществі одного із прокурорів команди Сакварелідзе Віталія Панасенко. Владислав Куценко розмістив на своїй страниці в Фейсбук фотографії з його аккаунта в Інстаграм. Там він позирує на отдыхі на курортах, фотографірується на фоні вертолітов і дорогих авто. В то же время Сакварелідзе заявив, що ці фото личні і к роботі його команди не имеють отношення. Оксана Григорьева, Леонід Аборин, Вячеслав Медведєв. Подробності недели телеканал Інтер. Ну, вот такая ситуація в Генеральній прокуратурі. Давайте прямо сейчас її обсудим, тому що, ну, дістічно, можна мної запроси задати. Владислав Куценко к нам під'їхав, чоловік-інтерв'ю, котрого були на цій неділе в новостях. Вечер добрий, спасибо, що під'їхали. Добрий вечер. Ви мені скажіть, ну, а вот наскільки серйозна ситуація і ли цей митінг, котрій був, післядний ли він? І ли тільки все розгорається? Ваші очіщення? Ну, я надіюсь, що післядний, поскільки це нонсенс і нарушення закона. Чітко в законі о прокуратурі написано, що прокурори не мають права участвувати в митінгах, в забастовках, в яких-либо акціях. Фактично, організовав його, Давид Сакваралидзе сам нарушив закон і ще сподвигнув своїх підчиненних на нарушення закона. Це нонсенс. В історії независимої України ніколи прокурори не выходили на митінги. Це прямое нарушення закона. Ну, я, наскільки розумію, є версія, що він просто пришел поблагодарити за підтримку, що організовували інші люди. Хорошо, ви с ним лично говорили... Он його іниційував на своєм фейсбуці і попросив всіх прийти на цей митінг. Тому никак не выйдет, що він просто пришел. Ви с ним лично говорили, як він вообще объясняє відповідяще, як я відповідно скажу. С Юрилом Муценко говорили в студії, коли він сказав, що це вже просто хаос в країні, коли прокурорські воюють друг с другом і приходять на митінги в Генеральній прокуратурі, не становясь ні на чій сторону. Ви говорили з Давидом, як він це объясняє? В чому причина конфлікта? Ви знаєте, в последнє час Давид не то, що з нами не говорить. Він не посіщає у нас совіщання. Він не приходить ні к генеральному прокурору, ні к заму генерального прокурора. Він закрывається у себе в кабінете на восьмому этаже, не ведя дискусії ни з кем, кроме непосредственні своїми подчиненими. У нього такий, що він сам себе установив свободний графік посіщення. Даже прогуливає, грубо говоря, рабочі дні. Ми не знаємо, де він. Він с нами не согласовує никакі действия. Не ставить в известність, що він робить. Неред кем не отчитується. Очень сложна ситуація. І вона як раз не содействує реформуванню правоохранительних органів. І це стыдно сьогодні. І мені стыдно, як прокурору, в глазах людей, що таке відбувається в правоохранительній системі. Ну, Давид заявив в своєму фейсбуці, є прямі слова о тому, що в отноші його є даже пряма ложь із ваших уст. Я просто хочу щось обратитися к этому фейсбуку. Чуть-чуть позже я дам вам відповідь, тому що важливо в цьому розібратися. Сьогодні є заявлення Давида. Є просто ще одна тема, яку я вас попрошу прокомментировати. Да, давайте поговоримо о том расследований, яке ми почали в прошлом програмі, о тех прокурорах, які пытаються избежати люстрації. Ну і вот з нашим гостем теж об цьому поговоримо. Разними способами люстрації пытаються избежати. І вот одна із найгромких исторій. Я начал об цьому говорити в прошлое воскресенье. Исполнявший обязанности прокурора Киева Олег Валендюк. Мало того, что работал при Януковиче во времена Майдана, да так рьяно, что самим Пшонкой особо был отмечен. Но есть и другой момент. Вот элементарная честность. Мы нашли декларацию чиновника. Я ее даже специально в студию принес, чтобы просто вам сейчас показать. Вот она. Ну вот, как видите, здесь огромное количество вопросов. И о доходах. Видно, да? И об имуществе. И везде стоят одни прочерки. Ну, посмотрите. Земельные участки, прочерк. Житловые будинки, давай это украинскую скажу, ну так как в документе прочерк. Квартиры, прочерк. Гаражи, ну даже гаража нет. Любая другая недвижимость, прочерк. Машины. И что самое удивительное, ну, боже мой, у каждого из нас есть хотя бы какая-то там карточка в банке. Действующая, не действующая. А здесь человек пишет, что даже у него нет ни банковских счетов, ни копейки, ну, ни кредитов, ни депозитов, ничего. Мы попробовали заполнить эту декларацию за чиновника. Ну вот если бы он ее, как будто бы он ее заполнял честно, ничего не скрывая, вот как бы она выглядела. На следующей неделе мы продолжим это расследование, потому что факты громкие. Ну, а пока что наш специальный корреспондент Роман Бочкала нашел следы имущества и бизнесов, которые как раз к Валендюку и ведут. Это не салон по продаже автомобилей класса люкс и не клуб миллионеров. Это прокуратура Киева. Журналист Василий Кручак почти неделю вел наблюдение из своего офиса. Его окна как раз напротив прокурорских. Видео появилось в интернете и наделало много шума. Но стесняться прокуроры не привыкли. Меньше дорогих машин возле столичной прокуратуры не стало. Зато проявили фантазию, спрятали роскошь подальше от глаз прохожих. После того, как я уже изнял, буквально через короткий период времени появилось все загородения, через которые так просто не можно увидеть. В последний раз они подтвердили, что они не желают показывать, что у них есть, на чем они ездят. Если такие машины у подчиненных, то какая же у начальника и у прокурора столицы? А никакая, согласно декларации. И квартиры тоже нет. Олег Валендюк бездомный и безлошадный. Даже в Национальном агентстве противодействия коррупции решили заклинуть в прокурорскую декларацию. На жаль, дослеживать довелось мало, так как цей прокурор не мает жодного рухомого та нерухомого майна. Когда пишут мне прочерки, я читаю, мне так говорят, что вы дураки, вы идиоты, вы больные на голову, вы считаете, что я нищий и бедный. Не надо считать меня и народу Украины идиотами, что мы не знаем, товарищи прокуроры, сколько у вас миллионов. Я понимаю, что есть сейчас кровать. Если они покажут, что у них есть, тогда у них вопрос к ним будет. Откуда это у вас есть? Действительно ли прокурор столицы Голка-Ксакол выяснить непросто? Они могут и на себя не регистрировать автомобили. Это же старая схема. Есть отец, есть мать, есть дружина, есть сват, брат, кунт. По степени своей непубличности Валендюк поспорит с Романом Абрамовичем, Клинтом Иствудом или Хемингуэем. За 18 лет одно интервью. Я не могу всего приводу ничего сказать. Мы все же попытались встретиться с Валендюком, но он ушел в отпуск. Трубку не берет, дозвонились только в пресс-службу. С понедельника исполняют обязанности заместителя прокурора города Киева до 31 числа. Машины, пассажиры которых приезжают в Киевскую прокуратуру, можно оценить не только по степени их дороговизны, но и по степени наглости того, где они паркуются. Вот этот автомобиль, как видим, стоит прямо на пешеходном переходе. Засекаем время, через сколько приедет наряд полиции для того, чтобы справиться вот с этим нарушением. И посмотрим, откуда выйдет водитель этой Шкоды. Мне почему-то кажется, что из Киевской прокуратуры. Через 20 минут приезжает полиция. Мы были правы. Нарушитель выходит из прокуратуры, которая и должна, по идее, следить за законом. А что вы делали в прокуратуре? Вы не подскажете? Нет. Но спросить, почему прокуратура закрывает глаза на то, что творится под носом, опять же не у кого. Начальник же в отпуске. Кстати, в его декларации ни слова не только о его собственном имуществе, но и членов его семьи. Они обязаны показывать имущество, доходы родственников, которые проживают вместе с ними. В Государственном реестре имущественных прав указано, что отец Олега Валендюка, Сергей Леонидович, владеет целым рядом компаний. А среди учредителей общества с ограниченной ответственностью МОВА ЛТД числится и сам прокурор, и его мать Лариса. Впрочем, эти данные за 2012 год. Хотя тогда Валендюк тоже был прокурором, а значит, не мог заниматься бизнесом. В Госреестре недвижимости на Валендюка ничего не записано. Поиски привели нас в Винницу. Валендюк родом отсюда. Здесь работал до перевода в Киев. Вот квартира, в которой прописаны его родители. И как выясняется в разговоре с отцом, и сам прокурор. А вот про бизнес отец прокурора говорит неохотно. Я не являюсь сегодня владельцем этого. Вы продали свой бизнес? Много лет назад. То есть на сегодняшний день у вас вообще никакого бизнеса нет? Или именно эти компании? А зачем вам знать все дальше? Поэтому я отвечаю вам на конкретный вопрос. Вы МЗ еще компанией? Да, это я владелец этой компании, не только я. А чем занимается, если не секрет, эта компания? Занимается. Обычная ЛТДшка это. Возможно, в декларации за 2015-й Олег Валендюк все это укажет. А возможно и больше. Ведь в Киеве он тоже где-то живет. Да и ездит точно не на метро. В нашем распоряжении оказался этот документ за подписью Валендюка. В нем прокурор Киева разъясняет подчиненным порядок заполнения декларации. Крайний срок подачи до 1 апреля. Вот только сам Валендюк, если верить его пресс-службе, до апреля в отпуске. Так а как же он тогда подаст декларацию до 1 апреля, если он будет до этого времени в отпуске? Я не могу вообще точно сказать. В худшем случае, да, это некая административная ответственность. С некими штрафами, что на самом деле достаточно мелкие наказания. А после того, как вступят в силу уже принятые нормы, вот там будет все гораздо жестче. В этом году должен заработать электронный портал, на котором автоматически будут публиковаться декларации всех чиновников. А пока прокуроры могут и дальше прятать скелеты в шкафах. Роман Бачкала, Алексей Шматов, Владимир Дедов, Андрей Костюк и Ирина Дьяченко. Подробности недели телеканал Интер. Ну вот такая громкая история. К сожалению, с самим ее фигурантом нам встретиться не удалось. Уж не знаю, как он в отпуск уехал, если у него ни копейки, ни кола, ни двора. Но дождемся, может, Олега Сергеевича. Вот Роман Бачкала попытается с ним пообщаться. Надеюсь, что после первого числа. Но пока у нас Владислав Куценко есть прокурор в Генеральной прокуратуре. Вы сказали, а вы мне скажите, как это вы так сотрудников не жалеете? Он же, наверное, бедный спит у себя в кабинете на стульях. Квартиры нет, жилья нет, машины нет. Ну что ж, не заботитесь о прокурорах так. Ну, я хочу сказать, что, я думаю, вся страна уже знает, что принят новый закон и введены так называемые электронные декларации. Скоро их будет заполнять каждый и прокурор, и судья, и народный депутат. И узнаем мы много очень интересного, чего до этого не знали. Что касается того, что мой коллега в отпуске и до 1 апреля не подаст декларацию, то это исключено. Все подают декларации до 1 апреля. В какой способ он это будет делать, это его вопрос. Послушайте, а в электронных декларациях электронные прочерки можно поставить? Можно же точно так же сказать? Да нет, ничего, бедный я. Вы знаете, вот в том числе ваше расследование интересный момент для того, чтобы факты проверить, еще раз все пересмотреть. Я не могу сегодня прокомментировать, потому что мне много из этих фактов неизвестно. Но то, что нужно задать вопрос, и мы его прямо зададим, и даже, возможно, попросим эфир вашей студии, если вы будете не против, чтобы мы смогли ответить на каждый вопрос. Правда, неправда, потому что прокурор темой отличается от журналиста, что мы можем обвинять или подозревать, когда у нас будет фактаж. Сюжет интересный, мы его однозначно изучим на сегодня. Давайте так и договоримся, что мы вот наш сюжет просто вам передадим как наш журналистский запрос, для того, чтобы генеральная прокуратура отреагировала. Ну и вот эту вот пустую декларацию с прочерками тоже вам передам. Возможно, ваши коллеги-следователи помогут заполнить. Хорошо. Компетентные люди однозначно этот вопрос изучим, и мы все скажем. Добро. Ну и возвращаясь к еще одному скандалу, куда более громкому, хотя вот о Валендюке много говорят на этой неделе, по поводу все-таки взаимоотношений замы генерального прокурора и генеральной прокуратуры. Давайте сегодняшнюю цитату, так чтобы просто дать слово всем сторонам, сегодняшняя цитата Давида Сакварелидзе. Вот какой пост он у себя в фейсбуке написал. Меня очень удивляет наглость и упертость системы. Ее способность настолько бессовестна и откровенно плевать в лицо обществу. Сидит спикер и без зазрения совести лжет. При этом сам же еще раз подтверждает, что все наши ребята сейчас вне штата. На человеческом языке это означает, что работа фактически парализована. Относительно моего деструктивного и антипрокурорского политического поведения хочу еще раз повторить. Я буду защищать правду и всех тех, кто поверил в новую прокуратуру до последней капли крови. И в здании прокуратуры, и на улице. Если кому-то это не нравится, можете меня уволить. Вячеслав, громкие слова. Написано, что можете меня уволить. Так и случится. Не будет закварелить за работой в прокуратуре? Что вообще происходит вокруг его должности? Решение о том, будет он работать или нет, примет руководство. Но если он не остановится и будет дальше продолжать нарушать законы и обманывать людей, я думаю, другого Вы знаете, я сегодня на брифинге, это Вы видели, на наш сайт можете зайти, показал документы, рассказал наши законы. Сам Давид попросил создать такую структуру, как генинспекция, которая дублировала функции ранее подчиненных ему подразделений. По нашему украинскому закону, чтобы людей перевести в эту генинспекцию, их вначале нужно вывести за штат. Если Давид не знает наших законов украинских, надо еще раз пролистать ему, прежде чем делать заявление. Люди вышли за штат. Восемь его подчиненных, восемь, уже переведены в генеральную инспекцию и работают в том числе по делу так называемых бриллиантовых прокуроров в судах. По девяти есть определенные вопросы, но никто не уволен и всем предложены вакансии в генеральной прокуратуре и никто из них уволен не будет, заверяю вас, если только сам не откажется работать дальше. Его заявление базируется на популизме. Я не знаю, зачем он это делает. Лично мне, как человеку, это напоминает начало избирательной кампании за деньги налогоплательщиков наших, будучи прокурором. Он просто обманывает. Еще раз говорю, ни по одному его подчиненному сегодня нет вопросов. Каждому передали список выбрать должность. И у нас таких департаментов много. Его ребята не являются святыми коровами. Пять тысяч прокурорских сотрудников, у которых тоже есть дети, семьи сокращенные. Но тем не менее, эти люди на слуху, по крайней мере, вот событийный повод, который вот, событийная информация, которую сейчас агентство могут взять из нашего эфира. Они не внешние. Они также работали в системе много лет. Но они не уволены, и они не будут уволены. Нет. Им предложены вакансии, и если они напишут заявление сегодня, они останутся в системе прокуратуры. Если они выберут митинг, они пойдут в предвыборный штаб Давида. Ну, спасибо за это заявление, потому что тема громкая, но вот даже с Юрием Луценком мы тоже сегодня очень подробно об этом говорили. Все это на слуху. Я обязан был вам задать эти вопросы. Спасибо, что пришли. Счастливо. Ну, и еще одна сегодняшняя тема. День выборов сегодня. Выборов внеочередных. Ну, нет-нет-нет, я не о выборах парламентских. Кривой рог избирает мэра. Это первый случай в истории страны, когда выборы назначил парламент. И вот там сейчас работает наш корреспондент Геннадий Вивденко. Следил он за этим днем выборов. Геннадий, ну, а что там у вас происходило? Насколько все спокойно? Я надеюсь, не так, как в знаменитом фильме все было. Нет, слава богу, Дмитрий. Все сегодня спокойно. Никаких столкновений. И вот внеочередные выборы городского головы. Слава богу, в городе Кривой Рог закончены. Избирательные участки закончили свою работу в 20.00. Они закрыты. И явка по предварительным сообщениям оказалась даже выше, чем на предыдущих скандальных выборах в ноябре прошлого года. У нас есть данные экзит-полов. Вот, прошу их дать. Они проведены группой Research and Branding Group. Проведены по заказу информационного агентства Кривбас Онлайн. По состоянию на закрытии участков лидирует Юрий Вилкул, действующий мэр. Это почти 71% голосов. На втором месте Семен Семенченко. Из самопомощи. 11% слишком. На третьем Николай Колесник. Партия Укроп. Почти 7%. И на четвертом Светлана Сова. Почти 6% из партии Сила людей. Со мной рядом глава горизбиркома Павел Гивель. Я прошу дать ему слово. И вот есть вопрос. Как прошло голосование? Были ли сбои? И какова точная явка избирателей? Какие самые интересные детали? Прошу вас, Павел. Голосование прошло четко, спланированно, все четко по графику, без единого сбоя. Явка избирателей действительно поразила. По факту на 20.00 проголосовало 287 тысяч избирателей, что составило 55,9%. Что на 21% выше, чем предыдущий тур выборов. Сознательность граждан города, их небезразличность привела к достаточно высокой явке, как для местных выборов. В чем это связано по вашему мнению? Ну, наверное, больше всего, что каждый житель города переживает за свой город, и та политическая активность, которая на данный момент наличие большого количества партий, движущих сил, и отношение людей к той или другой политической силе, видимо, заставляют проявить большую активность и интерес именно к местным выборам. Спасибо, Павел. Значит, на этих выборах присутствовало более двух тысяч наблюдателей. Со мной рядом один из представителей, Иван Красиков, из Института общественной журналистики, который наблюдал за ходом голосования. Вот, все ли прошло честно? Были ли на нарушении, Иван? Прошу вас. Мы не выявили в принципе никаких нарушений. Более того, я могу сказать, что мы концентрировались на участках, откуда поступала информация о якобы нарушениях. Мы объезжали эти участки, и мы не имеем информации о задокументированных фактах каких-либо нарушений. Поэтому мы видим, даже та информация, которая есть в интернете, на сегодняшний день нет задокументированных фактов этой информации. То есть о том, что выявлялось. Мы, например, были на участке, откуда поступало сообщение о якобы заминировании. Потом оттуда же через 70 или 80 километров поехали в другую часть города, где была информация о том, что что-то происходит с урнами. Были и на других участках, где были какие-то сообщения о том, что кто-то фотографирует, выносит бюллетени. Ни одного задокументированного факта, информации задокументированного факта у нас нет. Спасибо, Иван. Так вот, Дима, обещают посчитать голоса буквально завтра, послезавтра, и, может быть, завтра под вечер мы уже сможем узнать имя мэра, потому что, на самом деле, все прошло достаточно гладко, и голоса будут посчитаны, возможно, уже завтрашнему вечеру. И вот будет понятно, будет ли это голосование в один тур. пока все, Дмитрий. Да, коллега, спасибо, понятно. Зрителям напомню, что Кривой Рог сегодня избирал мэра. Это был первый случай в истории страны, когда выборы назначил парламент. На этой неделе Надя Савченко получила на руки приговор. Это значит, начался 10-дневный отчет. Вот пройдет этот срок 10 дней, и решение российского суда вступит в законную силу, и только после этого возможны перемены в ее судьбе, в том числе и обмена. Пока переговорщиками выступили первые лица и американец Керри, и Немид Штальмайер, вот только все равно ведь понятно, что решение примет один только человек, российский президент Владимир Путин. Об этом и Лавров прямо сказал. И понятно, что решение будет не столько правовым, сколько политическим. Вот только каким. Давайте в этом прямо сейчас очень подробно разберемся. И я верю, что у нас чисто, видно и славянная нация. Самоборона Майдановича, вечно снайпер. Сейчас. Слава. 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 Продолжение следует... Окончательное наказание Савченко определить в виде 22-х для решения о свободе. Когда Надя Савченко все-таки может оказаться дома? Давайте прямо сейчас об этом поговорим. Один из самых близких к ней людей, сестра Вера, подъехала к нам в студию. Да, проходите, пожалуйста, вечер добрый. Вера Савченко, у нее и узнаем, а что сама Надя думает об условиях обмена и о том, когда это может произойти. Вечер добрый, дякую, что приехали. Вера, вы мне скажите, ну, знаете, все там обговорюют, как поменять Надю, на кого поменять Надю, называют названия, обговорюют варианты, а что она сама про это думает? Вы говорили про это с ней? Не станет ли это так, что вся страна, все эксперты, они что-то одно хотят, пропонуют, бачат, а она скажет нет? Сама Надя уже висловилась в свою думку, и она была еще спровокована тем, что Синцова и Кольченко послали по этапу. И ей это очень обговорило, потому что этим хлопцам постельно сказали, не волнуйтесь, ваши документы уже на передачу в Украину лежат, в СИЗО. И вот так их обговорили. И она обговорена, она заявила, что винных на невинных не меняют, пойдут и они по этапу, как наши хлопцы. Тобто Кремль, знаючи ее позицию, Кремль любит играть с людськими почутками, и, возможно, это одна из причин. Вот так вот, ну, а хочешь, поменяем, а не хочешь, значит будешь сидеть. Винных на невинных, это не и грушников, на которых ей хочется поменять, это тоже есть этот момент? Так, ну, это, ну, они винны, она точно не винна. И, ну, такая и была позиция, Кремль, это известно. Для меня, я не буду отвечать за Надю, для меня главное, чтобы она вернулась. И самое страшное для меня сейчас, то, что они скажут, мы тебя меняем на Александрова Ерофеева, а ты же говорила, что не хочешь, вот, ну, и она может повторить шлях Джона Маккейна, там, да, который просидел 5 лет, пока не обменялась. То есть, чтобы она эмоционально отреагировала? Какой-то они, какую-то игру они придумают на остаток. Вера, а ви говорили с Надією, чим вона будет заниматься в Украине, когда повернется, как скоро, ну, она же депутат, как скоро вона повернется до політики, как взагалі вона бачит свое повернение? Чи просто для нея завдание выжить сейчас? Чи вона как-то обговорю, что ось повернусь, ось что-то изменю в Украине, ось что-то запропоную, прийду в Раду? Ну, как бы в ней было завдание выжить и только про себя думать, она бы не делала то, что делает. И тот самый проэнційованный нею закон День за два в СИЗО, так званый закон Савченко, который много, сейчас ее работа тревает в законотворении разом с ее адвокатами, с различными экспертами по закону про суд присяжных в Украине. И он до конца квитня, их перспектива, что будет закончена, они сейчас его работают на прикладе захидных аналогов. Потому что наша пострадянская система не реформована, судовая и так далее. Тобто Надя працюет, да, как политик. И вона, до ней шлють запити. Там, хлопцы не отримают учасника АТО, кто-то там десь зловживает службовым становищем в армії. То просто зараз у в'язниці шлють? Ну, нет. Вони присилають на Верховну Раду, у ней є помічники. И опрацьовую ці запити. Я передаю там по можливості через адвокатів. Надя в свою думку, шли запити депутатские звернення, чи запити. Тобто слід очевидно, что там не будет жодного санаторію, жодного какого-то там відпочинку, что вона станет до работы? Надя потрібна пауза, чтобы разобраться, но вона попереджена, что вона сидит в российской вязнице, где спецслужбы, мабуть, по своей педлости, найкращие в свете. Но ей попередили, что ты выйдешь, то вязнице с ее спецслужбами и Россией, это будет такая разминка. Ты попадешь в середовище набагато гірше, маючи на увазі політику. Будемо тоді тримати кулаки. Дуже хотів від вас сьогодні почути відповідь, що там дочекаємося 10 дней, зустрінемо її тут. Ну, розумію, що прогнозувати складно. Дякую, тримайтеся, і від нас всіх просто переказуєте вітання, коли побачитеся. Дякую. Вера Савченко була у нас в студії, говорили ми о том, коли Надя Савченко може з'явитися в Україні, і чим вона тут займеться, як вона сама видить своє будуще. Ну, і интересно просто понять, а що думають родственники грушников, которых, вот те два человека, помните, которых можуть обменять на Надю Савченко, вони-то вообще следять за новостями із Києва, де продолжається суд, і де вже скоро должен бути вынесен приговор, после чого і обмен возможен. Наш корреспондент Данил Русаков побывав в российській глубинці, там, откуда родом. Один із задержанних, российських разведчиків, Александр Александров. Добираться сюди нелегко. Российська глубинка со всеми її прелістями, бездорож'ем і северной неприведливостю. Кировська область, почти 1000 км від Москви. Це в Києві весна, а здесь все еще сугробы. Сквозь густой туман проступає указатель населенного пункта, село Рожки. Здесь жил сержант Александров із главного разведуправления Минобороны России, до того, как отправился воєвати на Донбасс. Включайте кабіру. Дом родителей находим почти сразу. Я разговаривати іначе не буду. Отец арестованного ГРУшника даже на порог дома не пускает привет. Сыну с помощью украинских журналистов передавать тоже не особо стремиться. Что вы хотите от меня? Да нет, просто по поводу вашего сына хотели поговорить. Я ни с кем не буду общаться. Ни мать, ни отец за год суда ни разу не видели сына. Ни одного свидания даже не пытались получить. Родители Александрова искренне верят, что когда приедут в Киев, их схватят правосеки. Напуганы, да и денег нет. У меня уже и так. Друзья такие хорошие были. Журналисты ваши братья. Виду не подают, но и так понятно, что в душе надеются на тот самый обмен их сына и Ерофеева на Надю Савченко. Просто если президент делает заявление, что обмен будет, мы думали, что как-то... Бога ради, пусть делает это в их власти, не в моей. Это был единственный раз, когда родители и сын увидели друг друга. Репортер «Российской новой газеты» передал видеописьма из Кировской области в СИЗО СБУ. А потом обратно. Я думаю, что в интернете не буду делать это. Все у нас хорошо. Если бы зависело от нас, это одно. Но там решают дядьки большие. Здравствуйте, дорогие родители. Посмотрел. Очень рад. Тяжело смотреть морально. По переписи 2015 года в Рожках проживают чуть больше тысячи человек. Малое сообщество. Все теоретически друг друга должны знать. Поскольку родители Александрова говорить с нами отказались, попробуем пообщаться с насельчанами. Скажите, пожалуйста, а вы Александрова знаете? Нет. Ну как нет? У вас же вот сейчас в Киеве его судят. Может, это слышали? О, не знаю даже. У него родители здесь живут рядом? Они живут где-то, но... А, то есть вы его знаете все-таки? Я знаю. А как он вообще, как человек? Можете о нем рассказать что-нибудь? Я не там живу, а я вот тут только живу. Ну вы его хоть раз в жизни видели? Ну я раньше видала. Ну а раньше-то какой он был? Нормальный мальчик был, хороший. Хороший? Да. А вот знаете, что он на Донбассе был? У меня снимаете что ли? Да. Зачем? Как бы правильно сказать, жители Рожков надолго задумываются, когда мы спрашиваем об Александрове, как бы чего не случилось. Мы работали вместе. Да, где работали? Организация в одной. А с ним или с его родителями? С ним. С ним? И, ну можете про него просто рассказать? Давайте это самое. О земляке, который находится в Киевском СИЗО, здесь особо и не задумываются. Судя по объявлению, местное население занято другим. Культурно обогащается. Участвуют в конкурсе чтецов в неурочное время. Александров? Да, да, да. Сегодня покажали в новостях, что убили адвоката у него. Да, да, да. Мне вообще ничего не было. Об обмене грушников на Савченко в селе особо не знают. По телевизору не показывают, с интернетом туго. А вот просто была речь о том, что, может, про Надежду Савченко слышали, что вынесли приговоры. Может быть, как-то... Да, поменяли бы. Я очень довольна была. А что-нибудь по телевизору о приговоре Надежды Савченко слышали? Нет, телевизора нет. Сгорело. Жители поселка Рожки в геополитической ситуации, похоже, не разбираются. Родственники Александрова, видимо, тоже. Они лишь продолжают ждать какого-то неопределенного будущего, которое вряд ли зависит от них. Из Кировской области России Данил Русагов, Виталий Коваленко. Подробности недели, телеканал Интер. Накануне эфира мы поинтересовались здоровьем Нади Савченко. И вот есть последняя информация. Мы связались с консулом в Ростове-на-Дону. Он подтвердил, что ситуация резко ухудшается. Организм летчицы отказывается принимать пищу, воду, по сути, начинает переваливать сам себя. Жизнь Савченко сейчас под угрозой. Это цитата. Украинских врачей к ней по-прежнему не пускают. И знаете, вот не только Керри со Штальмайером сейчас вмешиваются в происходящее вокруг Нади. И по поводу Украины ведут переговоры. Говорят об урегулировании в нашей стране. Сам Папа Римский сегодня об Украине тоже говорил. Говорил в день католической Пасхи. Франциск призвал к скорейшему завершению войны в Украине и освобождению всех заложников. Об этом понтифик говорил в традиционном пасхальном послании Урби и Торби, городу и миру. Христиане западного обряда сегодня празднуют. Один из самых больших праздников – воскресенье. Утром понтифик возглавил торжественную мессу на площади Святого Петра в Ватикане. А в речи к верующим как раз и вспомнил страны, которые разорваны войной. Мира он пожелал и нам с вами. Пусть Господь поддерживает усилия по достижению окончательного мирного урегулирования войны в Украине, вдохновляя и укрепляя инициативу гуманитарной помощи, включая освобождение всех захваченных лиц. Мы поздравляем всех тех, кто сегодня празднует. Спасибо огромное, что смотрели. Будем на этом заканчивать. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете. И уже поговорим на следующей неделе о том, что случится в ближайшие 7 дней, а перемены в стране предстоят, насколько я понимаю, серьезные. Счастливо. До встречи в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова